Взяла розовенький пупс и розовую коляску. Я думаю, девушке понравится. Три года, мне кажется, это такой возраст, когда вот ребенок еще верит в чудо. Для веры в чудо нет возрастных ограничений. Сотни маленьких жителей края написали письма Деду Морозу в рамках акции «Елка желаний». Их мечты исполняют представители власти, общественники. Это подарки от предпринимателей. Девочка Саша просила сумочку, но не знала, какую нужную. Поэтому, учитывая, что маленькая модница взяли и на торжественные мероприятия, и на повседневные, и еще одну вот, у девочки должно быть много таких богатств. Исполнители желаний знали о детях немного. Имя, возраст и подарок. А еще, что волшебство ребенку очень нужно. Дети, чьи желания вытянули предприниматели, находятся в социальных учреждениях. Причины этому разные. Сгорел дом, родители в больнице или малыши изъяли органы опеки. Чтобы и для них наступил Новый год, предприниматели края купили им 155 подарков. Еще пять подарков приобрели в рамках федеральной акции «Елка желаний», которую курирует движение первых. Костюм спортивный «Адидас». С этим у нас сложности возникли найти. И робот-трансформер. Я, если честно, брала вот то, что я взяла бы своему сыну. Как бы я его хотела нарядить, так и покупала. Хотелось бы внести радость, какую-то частичку своего материнства этому ребенку. «Елки желания» для предпринимателей второй год. Ее проводят в рамках делового Нового года, который уже в шестой раз организует компания «Сисорт». Это специальное бизнес-мероприятие, в котором сочетают нетворкинг и образование. Направлено на выстраивание своей стратегии на следующий год. А это мероприятие, оно позволяет увидеть тренды, оно позволяет увидеть какие-то новые веяния, которые позволят предприятию, особенно малому бизнесу, что очень важно. Значит, участвовать и быть эффективным. Еще рамка власти, которая показывает свое развитие дополнительное именно территории Алтайского края. Среди других выступающих были эксперты, футурологи, представители Сколково. Обсуждая развитие сферы в 2024-м, большое внимание уделили освоению бизнесом искусственного интеллекта. Некоторые алтайские предприниматели поделились своим опытом, знания тут же отрабатывали в группах. Организаторам делового Нового года важно, чтобы бизнес получил конкретные рабочие инструменты. Это прям бездна, вот бездна уже применения искусственного интеллекта. И маркетинг, и продажи, и управление предприятиями, и HR. Благотворительная составляющая у бизнес-встреч была всегда. Раньше собирали взносы на лечение детей или покупку техники для юных талантов. А с прошлой зимы предприниматели приносят подарки. Когда ты понимаешь, что ты исполнил чью-то мечту, хоть и мосюсенькую, но тем не менее, это вообще здорово. В этом году к акции присоединилось много общественных и промышленных предприятий. А некоторые участники решили не просто купить подарок, но и отвезти его. Мне очень затронула история ребенка. На глубочайшей души я прям до слез даже. И мы прям с таким восторгом, с Артемом, сыном моим, собирали эти игрушки. По магазину, ввешивая после работы. Ну это было прям, и хотим доставить его сами. Все подарки обязательно передадут адресатам до конца года, чтобы праздник наступил для всех детей без исключения. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.